Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 23688. Около 500 домов в Амзе до сих пор не газифицированы. Их жители и чиновники кормят обещаниями на протяжении последнего десятилетия. Сначала повали на республиканскую адресную программу, сейчас надеются на проект Газпрома. На сегодняшний день у нас в селе необходимо проложить 22,6 километра газопроводов. Это уличный газопровод. Не газифицировано с порядка 430 домовладений, по последним данным. В этом году у нас у Газпрому стартовала программа. За счет этой программы они готовы бесплатно для жителей и для городского бюджета проложить уличные газопроводы у нас. Еще три года назад на улице Железнодорожной по республиканской адресной программе приложили подземный газопровод. Но жить легче от этого людям не стало. Подключить трубу к действующей магистрали не смогли. А все потому, что ранее жильцы вот этого дома, не дожидаясь милости чиновников, за свой счет построили надземную линию по улице. Оформили ее в собственность и отдавать бесплатно не хотят. Они, значит, сели, используя существующий проект, провели себе газопровод за свой счет и оформили газопровод в собственность. После этого оставшиеся дома по улице, там несколько домовладений, они тоже решили провести газ. Сейчас по улице газопровод проложили, но за подсоединение к существующему данная семья просит порядка 199 тысяч рублей. Однако администрация платить кому-либо, тем более простым людям, не привыкла. Чиновники начали искать лазейки. Вот насчитали, что владельцы требуемую сумму завысили. Ну, сумма по расчетам, значит, отдела капитального строительства, администрации, они потратили где-то на уличный газопровод, где-то порядка 80 тысяч, ну, 82 тысяч рублей. Вот, остальная сумма, этот, ну, я вот сам себе провожу в дом газ, то есть это получается, это котел, радиаторы, трубы, стоимость подключения домовладения. Однако сами владельцы газопровода с таким утверждением не согласны. По их словам, чтобы протянуть газ по улице, им пришлось пройти все круги бюрократического ада, начиная от заказа проекта, заканчивая оформлением в собственность, на каждом из которых пришлось отстегивать деньги. Мы заказывали документы в проектную мастерскую в город Уфу. Это тоже деньги стоит. В БТИ тоже мы ходили, это ведь тоже деньги стоит. В регистрационную палату мы ходили, пожалуйста, это тоже деньги стоит. Никто нигде-то бесплатно ничего не делал. А чтобы газопровод провести, чтобы газсервис подключил, там тоже приличную сумму денег-то брали. Мы же в банке брали кредит, и по сей день мы его оплачиваем, а нам надо было это все оформлять. Нам бы провели бы, вот мы провели, нам монтаж, подключите вы нам газ, да пожалуйста, пользуйтесь все. Интересно получается. Да и сейчас за землю под газопроводом они платят налоги. Но встать на сторону людей чиновники как не хотели, так и не хотят. Даже несмотря на представление прокуратуры в адрес главы города. Прокуратурой города в адрес главы администрации внесено представление с требованием обеспечить газоснабжение жителей домов по улице Железнодорожной. Представление в настоящее время уже рассмотрено. Администрация согласилась с требованием прокуратуры. Приняты определенные меры подключения. В том числе рассматривается вопрос об обращении в суд с иском о принудительном подключении, чтобы действующий газопровод наконец-то заработал. Администрация изначально не должна была допустить постройку частного газопровода. Тем более, что было известно, улица Железнодорожная включена в республиканскую адресную программу. Или как минимум нельзя было давать его оформить собственности. И по-хорошему надо бы чиновников привлечь. К уголовной ответственности за халатность. Только в нашей администрации, как всегда, не найти концов. Наталья Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей.